Ну и, конечно же, заглянули во взрослые результаты. Да, Тайлер такой своеобразный вундеркинд в женской тяжелой атлетике. И специалисты пророчат ей большое будущее. Если вот среди мужчин достаточно часто мы могли наблюдать таких вот талантливых молодых спортсменов, то среди девушек это явление не столь часто встречаемое. Чтобы так рано раскрывался талант. Айна Чи справляется, ну как мы уже понимаем, с волнением пристартоваем. 87 покоряются. На прошлогоднем чемпионате Европы было 88 в этом упражнении. И по итогам которого, а иначе, была 13-я. Ну, если сравнивать этот чемпионат Европы с прошлогодним, то не так много участниц, которые в том году выходили на помост, выходят сегодня. По крайней мере, победителя прошлогоднего чемпионата Европы сегодня нет. В прошлом году Дина Сазановец из Белоруссии выиграла. 115 рывок, 140 толчок. Такие хорошие, серьезные килограммы, которые, я думаю, позволят ей побороться и за медали на Олимпийских играх. Ну вот, сегодня она не выступает. Не выступает также и Яна Кондрашова, которая была второй в прошлом году на чемпионате Европы. Ну вот, очень жалко, не попала в состав Яна. А так, я думаю, получила бы вторую лицензию и могла бы побороться за право поехать и выступать на Олимпийских играх. Мария Алимана так вот эмоционально подняла 90-25 лет итальянке на чемпионате мира в Юстене. В этом упражнении было 93 осенью 2015 года. 28-е место заняла на чемпионате мира Алимана. И в Тбилиси год назад на чемпионате Европы было 91, по итогам которого 9-е. Ну вот я продолжил изучать протоколы прошлого чемпионата Европы. И на самом деле нет никого из участниц, которые в прошлом году занимали с первого по пятое место. Такого не каждый раз увидишь. Шестой в прошлом году была Мария Хлян из Украины. Вот она сегодня будет выступать. И, конечно же, еще одна белорусская спортсменка. В прошлом году она выступала в категории до 75 килограммов. Речь идет о Дарье Пачобут, которая, как я понимаю, именно в целях командной борьбы набрала чуть-чуть больше веса, чем нужно. 69 килограммов 180 граммов. И соревновалась в более тяжелой категории, где взяла бронзовую медаль. Ну и решили белорусы просто не устраивать конкуренцию между своими спортсменками. И вот из-за командной тактики Пачобут выступала не в своем весе. Ну а сегодня она, Беларусь, представляет единолично и уже выступает в своей весовой категории. Ну и стартовая заявка 105 килограммов говорит, что белорусы хотят повторить прошлогодний успех. Айна Чи тем временем останавливается на 90 и это 33 килограмма от рекорда Европы по юниорам. Оксане Сливенко принадлежит этот рекорд. Айна Чи является представителем этой возрастной группы, поэтому я так вот не напомнил. Ну Оксана Сливенко одна из самых титулованных наших тяжелоатлеток. Трехкратная чемпионка мира. Пятикратная Европы. Да, и серебряный призер Олимпийских игр. Безусловно, входит в историю тяжелой атлетики. Но в общем-то в сфере спорта ведет деятельность. Немного в другой сфере выступает в кроссфите. Мэнди Бьянко Тройтлан, 28-летняя девушка из Германии и 92 для начала. Ждем появления на помосте Ребекки Тайлер из Великобритании. Ребекки Тайлер из Великобритании 93 килограмма. И была ее заявка. Перенесла в большую сторону на 95. И таким образом Патрисия Печовяк из Польши выходит на помост. Самый громкий тренер на этом чемпионате Европы. Печовяк входила в тройку на молодежном чемпионате Европы в 2015 году. Также выступала в Хьюстоне. Ну, совсем так неубедительное. 21 место. 99 килограммов ее лучший рывок и 122 килограмма толчок. Вес на штанге тот же. Мария Грация Алимано из Италии. Второй подход. Моссе. Моссе. Джорджия Бординьон. Вчера. Третье место. И вот сегодня. Также видим мы, что неплохо выступает. Мария Хлян из Украины готовится выйти к весу 94 килограмма. Ну и вот Дарья Почобут на разминке пока поднимает 55 килограммов. Мария Хлян. Первый подход. В случае успеха выйдет в лидеры в этом упражнении. К своим 23 годам Мария, выступая в 2015 году на чемпионате Европы, до 23 лет в Клайпеде, успела выиграть золото чемпионата Европы. Еще раз повторюсь, до 23 лет. Ну а на прошедшем чемпионате мира в Хьюстоне было 95-117 и лишь 22 сумма. Показывают нам зрительный зал. Народ есть. Несмотря на то, что город Ферде, где проходят соревнования, не очень большой по населению. Но все равно интерес люди проявляют. Ох, сейчас что будет. Держи. Получай. Ну что, справилась Мария Гарсия Алимана с тремя попытками легко. Ну, в притирочку я бы, наверное, так сказал. Судя по количеству эмоций, сил явно у нее больше осталось. Так, ну что ж, у нас 4 спортсменки еще не выходили. И вот как раз-таки та, о ком мы говорили в самом начале трансляции, Ребекка Тайлер появилась на помосте. 95 килограммов. Ну, очень хорошо. Очень хорошо. И очень много для нее же. 95, если я не ошибаюсь, не было в рывке нигде даже. А тут уже начинает сразу. Да, до этого 90, нет, удавалось ей на внутренних стартах поднимать чуть-чуть больше. Ну, а на международных соревнованиях лучший результат ее 94 килограмма. То есть, да, в принципе, сразу же с рекорда. Мэнди, Бианка, Тройт, Лян. Ах, вперед. Видно было по положению в седе. И больше участниц к этому весу нет. Патрисия Печовяк 96 заявила. Назик Авдалян. Самая титулованная девушка. Чемпионка Европы 2008 года. Чемпионка мира 2009. Промежуточные итоги рывка только что были перед вами. Трой еще не начинали. Но уже вот-вот появится. Не так много остается попыток до окончания рывка. Тройт-лайн. Заключительная третья попытка в рывке. Оливер Карузо только что промелькнул в прошлом. Довольно неплохой, яркий атлет. Довольно эмоциональный. Призер Олимпийских игр. Атланты, если я не ошибаюсь. Учла опыт второго выхода на помост. Все технично и очень уверенно. И на данный момент с этим результатом Тройт-лайн занимает второе место. Проигрывая Ребекки Тайлер именно по собственному весу. Патриция Пичувяк. Польша вторая попытка. И это попытка выйти в лидеры в рывке. Да, красиво. Красиво. И еще один подход в запасе. Ждем появления Кариты Торен из Швеции. Которая 98 заявила для своего первого подхода. И которая еще ни разу, соответственно, не появлялась на помосте. Да, вот и она. Карита Торен в Тбилиси год назад была восьмой. 97 килограммов в рывке, 118 в толчке. Сегодня для своей первой попытки она заявила 98. Сразу с личного... Нет, извиняюсь, не личного рекорда, но тоже очень много. В Хьюстоне выступала, 100 килограмм поднимала Карита Торен. Которая 98 И Сеши. Солп про итальянок. Добавляем сюда шведов. Да, мелькают регулярно. Посмотрим, как сложится сегодня событие. Карита Торон в первом подходе так легко справилась с весом. Если так же продолжит прибавлять, попортит кому-то нервы. Так, у нас Мария Хлян, 98. Тот же вес, но Мария Хлян одна из самых легких участниц на сегодня. В случае успеха она обойдет. Шведку нет. Ну, вообще странно, почему не зафиксировала. Что вот уверенности какой-то не хватило, Мария Хлян. Самая молодая. Ай, поторопилась. Торопыга. Да, ну вот второе появление Ребекки Тайлер на помосте. И так у нас камера не успевает за ней. То есть обратила внимание. Выбегает быстро. Сразу хватается, начинает поднимать. У нас вспоминается мне Алексей Петров. Так тоже достаточно быстро все выполнял. А я почему-то Перепеченого вспомнил сейчас. Петров побыстрее был. Подошел, поднял, ушел. Все. И Мария Хлян тут же выходит. Молодец. И исправляет ошибку. Но в этот раз уже уверенно. Даже долго не стала настраиваться. Наверное, все-таки 98. Но понимала, что все уже практически там. И плюс 3 к результату чемпионата мира в Хьюстоне. Ребекки Тайлер нужно добавлять. Нужно добавлять, потому что она тяжелее на 140 граммов, чем Мария Хлян. И подход на 98 ей ничего не дает. У нас три девушки сейчас так претендуют на то, чтобы занять вот это временное первое место. Но и в перспективе вот это временное первое место может перерасти в медаль этого чемпионата Европы в рывке. Остались попытки у Карите Торрен, у Ребекки Тайлер и у Патриции Печевок из Польши. Именно она сейчас подходит к весу 99. Пришлось так ловить равновесие в нижней точке. Будет хороший повтор сбоку. Будет видно как раз-таки, как... Качнуло вперед, затем переместило центр тяжести назад и удалось как бы поймать вот эту точку, с которой можно встать. Так, опять Ребекки Тайлер уже на помосте. Диэя. Молодец. Тоже чуть-чуть потянуло вперед, но поворолось и справилась. Так, молниеносно меняются лидеры. Вот 30 секунд назад лидером стала спортсменка из Польши, а сейчас уже Ребекка Тайлер лидирует. Ну и сейчас судьба медали в руках... Нет, не сейчас, чуть позже. Остались три участницы, у которых еще есть попытки. Назик Авдолян из Армении на 100 килограммов выходит. Ну, как я уже отмечал ранее, самая титулованная. Но это было давненько. Было давненько, большой был перерыв. И в Юстоне Авдолян вернулась на соревновательный помост. 29 лет Назик. Уроженка Ленина Кана Армянской ССР. Неплохо. Так, волнение. Ну что ж, этим же подходом Назик Авдолян сразу же гарантирует себе призовое место на этом чемпионате Европы. Пока у нее первая позиция. Сейчас будет ответ шведской девушки Кариты Торрен. И пока свежи наши воспоминания о самой юной участнице, Ребекка Тайлор. Информация, касающаяся ее возрастной группы и рекордов. В рывке 117. Таков рекорд Европы. До 17 лет. От Касаева Зарема. О, ну здесь, да. Установленный в 2004 году на Олимпийских играх в Афинах. Наши девушки засветились. И Сливенко, и Касаева. Ну, Касаевой все рекорды принадлежат по юношам. И все они как раз с той Олимпиады. У Кариты Торрен не получилось. И пока она пятая. Промежуточные итоги на ваших экранах. Назиков Долян, 100 килограммов первое место. Пока на втором Ребекка Тайлер. И Патриция Печевок, 99 и третье место. В килограмме от нее Мария Хэлян из Украины. Ну и вот на пятом Карита Торрен из Швеции. У которой пока результат 98. Ну и 101 выведет ее сразу на первое место. Дарья Почобут на ваших экранах. Пока еще в разминочной зоне. 105. 105 ее заявка. Но вот Авдолян, те же 105 заявила для второй попытки. Будет пропускать. Вперед белорусскую спортсменку. Кум. Карита Торрен на помосте. Важная попытка поднимает и призовой тройки. Нет. Нет, не получилось. Не получилось сегодня. Пока пятое место. Шансы на медали, конечно же, у нее сохраняются. И в толчке. И в сумме, в толчке заявка для первого подхода у нее 120 килограммов. В числе лидеров. По крайней мере, по стартовым заявкам. Да, ну в рывке пока пятое. А нам показывают Ребекку Тайлер. Показывают, потому что она... Призах. 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 А Дарья пока еще не в призах. Нужно обязательно хотя бы один подход выполнять. Да, надо выполнять. По-другому никак не скажешь. Ну вот срыв произошел. И 105 не покорились. Назик Авдалян должна выходить к своей второй попытке. Но не исключено, что перезаявит на килограмм больше и пропустит белорусскую. Нет, не стала пропускать. Назик Авдалян начала заниматься спортом в 1994 году. И ее первым увлечением была акробатика. С 2004 года она также стала заниматься тяжелоатлетикой. Молодец. Уверена. Назели. И в 2011 году на одной из трасс Армении Назик попала в автомобильную катастрофу. И получила очень серьезные травмы со смягчением позвоночника. И были очень большие вопросы вообще продолжит ли она спортивную карьеру. Но, как мы видим, чудо произошло. И вторая попытка у Почопа неудачная. Но, опять-таки, вопросы к тренерам. Зачем нужно было начинать? Так много. В принципе, уже 100 килограммов выводили на подиум Дарью Почобут. Но, по правилам, в меньшую сторону перезаявлять уже нельзя. И мне две минуты на то, чтобы собраться и поднять. Дарья Почобут выступала на Кубке Президента Российской Федерации в Казани буквально месяц назад. Я наблюдал за этим событием. И могу сказать, что поднимала там Дарья совсем легко для себя. Можно сказать, полуподсед. Ну, чтобы вы понимали, так как поднимала на этом чемпионате Баянка Костова в своих первых попытках. Но при этом Дарья Почобут 90 килограммов в рывке умудрилась не поднять. Казалось бы, это вес, который с закрытыми глазами на одной ноге атлеты такого уровня должны поднимать. Но нет. То есть, какие-то есть, видимо, проблемы с настроем на подходы. Ну, тогда вот на это я обратил внимание. В толчке 105 килограммов сделала зачетный подход и отказалась от дальнейших выступлений. Да, сейчас 106, 1 килограмм добавили. Выиграли 10 секунд отдыха белорусские тренеры. Да что такое? Есть, есть фиксация. Да, конечно, заставила поволноваться и своих тренеров, и нас, и болельщиков Дарья Почобут. Да, так надо было в первой попытке поднимать. И сразу же вот эти 106 килограммов ее вывели в лидеры на первое место. И теперь Авдалян должна поднимать на 1 килограмм больше. По собственному весу Авдалян тяжелее. Лучший результат в рывке, он Авдалян датирован 2009 годом, чемпионат мира 119, где она была чемпионкой. Нет, не получилось у Авдалян, и она остается на втором месте. Ну что же, соревнования в рывке подошли к концу. Ну каких-то таких суперсенсаций не состоялось. Те, кто много заявил и планировал бороться за золото, они в итоге поборолись. Итоговая таблица на ваших экранах. 106 килограммов у Дарьи Пачобут. В килограмме от нее Назиков Авдалян. Затем... Больно много для... Нам показывают спортсменку из группы Б, которая закончила свое выступление с суммой 194 килограмма. А, нет, извиняюсь. Пока у нас на самом деле лидирует спортсменка из Чехии, Ленка Кенисова. 194. Ну а нам показывают лучший толчок отдельного упражнения. Наши соревнования в толчке начинаются. Женщины весовая категория до 69 килограммов. Будут разыгрывать медали во втором упражнении и бороться за сумму двоеборья. Первой на помосте появляется спортсменка из Турции, которая не очень так хорошо выступила в рывке. Всего лишь десятое место у Дуйгу Айначи. В толчке 105 фиксирует. Мария Гарсия Алимана, итальянка. 110 килограммов. Национальная девушка. В рывке выступила хорошо. Установила личный рекорд. Заводит себя еще до выхода на помост. Она, наверное, фанатка Дмитрия Клокова, который аналогичный имел выход на помост. Ну, один из способов настроить себя в экстремальной работе. Широко разбросив ноги, швунгуя и сердечко в оконцовочке. Зафиксировала Мария Гарсия Алимана 110 килограммов. Сумма 204. И уходит в зону разминки. Ждать следующего вызова на помост. Тройт-лайн, Мэнди и Бьянка. В Хьюстоне было 112. Начинает со 110. Продолжение следует... Ну, довольно неплохо. После рывка Тройт-лайн была на седьмой позиции. 95 была в рывке. Смотрите. 2 к 1. Ну, засчитали, правда. По мне так все хорошо. Да. Непонятно вообще никоим образом, как такое могло произойти. Какое-то импульсивное нажатие на сигнал красный. Дуйгу, а иначе? Продолжение следует... Не без труда. Да, но посмотрите, вот под штангой как трясет ее. За счет такого хорошего включения в локтевых суставов, конечно же, удается устоять на месте. Не ведет никуда штанга, но при этом сама спортсменка явно испытывает такое колоссальное напряжение. В прошлом году в Тбилиси на чемпионате Европы было 106. Чувяк, которая была четвертой, Горита Торрен, которая была пятой по итогам рывка. Да, ну хорошо так нам выхватывают всех претендентов. И вообще освещение этого чемпионата Европы, вот сама картинка, она на очень достойном уровне. Видели мы разные моменты в прошлые года на чемпионатах, когда немного не на том концентрировали внимание. Ну, здесь... Режиссер в материале. Мне кажется, да, все безупречно в плане показа тяжелой атлетики. Пятерку с плюсом можно поставить. Да. Мне кажется, сейчас снимутся врачом пару девушек после такого крика от испуга. Или это просто еще и за первую попытку? Первая попытка была такая... Ну, вот интересно, она до и после подхода проявляет эмоции, а саму попытку так достаточно холоднокровно, спокойно выполняет. Хотя мы видим иногда и наоборот, что во время подъема кричат так, что... Наверное, из зала кто-то убегает в испуге. Мэнди Тройтлиан. Второй подход. Интересно, что судья. Хотя вот здесь можно было бы больше придраться. А в предыдущем... Да нет, ну, на самом деле, все в рамках правил. Заканчивает свои соревнования Айна Чи. Третья попытка. 113. Одна из самых молодых. Юниорка. 19 лет всего лишь. Была на юношеской Европе. На юниорской Европе в прошлом году третья. И в этом упражнении было 105, кстати. Ох, как тяжело. Прошу прощения. Оговорился. Пятой была она. И 111. Лишь на грудь смогла Дуйгу Айна Чи взять 113 килограммов. Затем так немножко ее штанга придушила. И даже не было попытки толкнуть. Просто сбросила вес. Патриция Печовяк. 114. Патриция была четвертой. Проигрывала Ребекки Тайлер по собственному весу. Ну, Тайлер начинает толчок со 118. Очень неплохо. Да, ну, Печовик, наверное, решила все-таки стартануть с чуть более легкого веса. Дать команде своей определенный зачет. Ну, и дальше уже включаться в борьбу. Мария Алимана где-то рядом. Это слышно по крикам, которые уже раздаются. Да. Она на помосте. Очень странное решение. 114. 111 килограмм всего в плюс. Нет. Ну, наверное, личный рекорд. Поэтому решили аккуратно прибавить 1 килограмм. Видим мы, что действительно правильное решение. Не справилась Мария с этим весом. Хотя была близка к успеху. А ноги продолжают скользить по помосту. Польская спортсменка 118 заявила, как и предполагалось, хочет она побороться с Ребеккой Тайлер за медаль. Нам показывают попытку на 111, сколько я понимаю, в разминченном зале. 120, перей заявила Ребекка Тайлер. Да, и таким образом, со 120 у нас сразу три спортсменки будут начинать. Изначально, правда, еще шведка планировала 120 начать. Перей заявила меньшую сторону на 119. Патриция Печовик. Но первая попытка была хорошая. Свалилась так на нас. Страновато. Да. Пока она лидер 213. Но это совсем не те килограммы, с которыми попадают в тройку призеров. В прошлом году хорошие-хорошие килограммы были у победителей призера. 255 первое место, 235 второе, 233 килограмма, третье. Мэнди Тройт Лайн. 118. Заключительный подход. И, насколько я понимаю, личный рекорд не только на международных соревнованиях, но и даже на внутренних стартах она столько не поднимала. 117 на чемпионате Германии в прошлом году. Тяжеловато встало. Не покорился веса сегодня и заканчивает она выступление. 208 сумма. Пока второе место. ждем вызова следующей спортсменки. Карита Торрен. Карита Торрен 119. Патриция Печовик из Польши на 120 заявила, несмотря на то, что 118 не подняла. Ну, хочет, хочет побороться за медали. Так, 119 две девушки. Шведская спортсменка уже на помосте и Мария Хлян из Украины готовится на этот вес. Торрен в прошлом году на Европе в Тбилиси 118. Неужели так за год прибавляют девчонки? По всей видимости, да. Молодец. Высокая дама. Тесновато ей наверняка в 69. Такое медленное начало, но распружинивающееся посередине и в конце такой хлопок. Хлян Украина и те же 119. После рывка Мария на пятом месте с результатом 98. хорошо, уверенно работает. Я думаю, что украинским тренером здесь нужно будет очень хорошо подумать, на какой вес отправить Марию дальше. Готова намного. Ну и у нас остается пять спортсменок. 120 на штанге и по всей видимости Назик Авдалян появится по крайней мере именно 120 была ее стартовая заявка и пожребио на первой. Нет, перезаявила Авдалян на 122. РБК Тайлер второй подход. Отмечали мы Ребекку на чемпионате мира именно в техническом плане. Очень так сыровато все выглядит, но при этом результаты очень высокие. Особенно если учитывать возраст этой девушки. Да, сильная и цепкая и видно, что с головой так все в порядке лезет по штабу. когда ее показывали в разминочном зале, мне очень хорошо виделось, что она получает большое удовольствие, что происходит вокруг нее. Она действительно очень ценит и наверное осознает свой талант. Так, у нас лидер после рывка Дарья Пачо. Вот первый подход. Ой, ну что ж, в толчке хорошее начало дает зачет 217 так, нет, извиняюсь, 226. Да, 117 это второе место. Теперь уже третье. В Тбилиси у Дарьи было 130 в толчке. Патриция Печовик 120 толкнет. Польша. Да, толкать умеет с груди и выходит в лидеры во втором упражнении. Патриция Печовик поднимая столько же, сколько нет, не выходит все-таки на втором месте. Дарья Пачо будто легче, легче практически на один килограмм. но все-равно есть, есть шансы. Все будет зависеть от дальнейшей борьбы и успешности подъемов. Нази Ковдалян на 122. Первый подход. Лучший толчок 147 в 2009 году, да, где Нази Ковдалян была первой на чемпионате мира. Маловато начали. Да, но этим подходом она на один килограмм превосходит Дарью Пачобут в сумме. Авдалян 227 набирает. Я думаю, Назик все-таки очень очевидно просто это. Сильнее Пачобут в толчке и сделает все, что от нее требуется. Ну, а для белорусской спортсменки тактика тоже проста. Свои килограммы нужно собирать и, соответственно, загонять Авдалян на неподъемные для себя веса. Карита Торан. Пока у Торан шестое место в сумме. Немножко проскачивала штангу, потом остановила. Да, неудачная попытка. Ну, так, Карита Торан вроде бы и борется за медали. Но, с другой стороны, пока далека от попадания на подиум. Мария Хлян второй подход. Если справится, то обойдет Рбеку Тайлер в сумме. Показалось так, что очень долго держали судьи Марию Хлян. И Мария также обходит Авдалян в толчке полегче. Смотрим результаты второго упражнения. Мария Хлян еще попытка в запасе и пока она лидер. Назиков Даляна еще два подхода. Дарья Почобут третья и тоже две попытки. Ну, как и у Рбекки Тайлер. Тайлер со 124 в меньшую сторону на 123. 3. Ей очень все нравится. 222 сумма. Знаешь, это когда некоторые очень сильно боятся соревнований, а кто-то как Ребекка празднует какой-нибудь праздник. Но теперь Хляна нужно поднимать на килограмм больше, на 124. Но пока на 124 идет Карита Торан, шведская спортсменка, которая Рыбекка Тайлер проигрывала один килограмм. Плюс тяжелее, то есть на 2 килограмма больше. попытка явно не на сумму, а именно на отдельное упражнение. На лучшую свою сумму. Ну все то же самое, что и во второй. Надо привлекать поляков. Да. и работать над аром элементом. уберет. Все 140 можно затащить. Мария Холиан попытка обойти Рыбекку Тайлер. для этого нужно поднимать 124 именно в этой попытке. Потому что других не будет. Ой-ой-ой. неприятная ошибка, когда неточность при приеме даже не позволила побороться с весом. холиан. холиан пока у нас на втором месте в толчке идет и шансы по-прежнему сохраняются. девушки сейчас будут разыгрывать конечно же золото Авдолян и Почобут. Почобут. Да, мощно после вставания Дарья подбрасывая штангу выше головы. Ну что ж, неплохо, неплохо 125 зафиксировала и она лидер в сумме ну и в общем-то в толчке 125 помимо нее еще никто не толкнул не подходил. Авдоля нужно прибавлять. Вот мы видим что разница 4 килограмма составляет на данный момент в сумме. И РБК Тайлер 126 подходит. Много, много, много и поторопилась как обычно. Но я так понимаю личные рекорды были установлены у Тайлера. И с бронзовой медалью уезжает с этого чемпионата Европы в рывке в сумме и в толчке пока она вторая. Все решит вот эта попытка на зек Авдолян которая ну уже как минимум серебряный призер. В случае успеха Авдолян обойдет Дарью Почобут и выйдет в лидеры в толчке. Почобут на 132 пока что. Да от прежней легкости во вторых попытках как-то уравнялись девушки Авдолян и Почобут. Почобут так пожала плечами я думаю ну не понимают они все-таки на какой вес идти чтобы загнать Авдолян. Но Авдолян конечно может поднять тот вес который будет нужен для победы. Ну что же осталось две попытки для того чтобы все стало ясно. Назик на 128 почобут на 132 пока что так. Перезаявка 130 130 килограммов обе по 132 но нет в онлайне по 132 очень важная попытка для Дарьи Почобут потому что сейчас она вторая в случае успеха на первое место переместиться пока не окончательно правда но хорошие шансы будут. Да очень мощно работает. Такая дуэль у нас пошла говорила в начале трансляции про спектакль но вот девушки сегодня в полной мере демонстрируют вот эту красивую борьбу поочередно выходя друг за другом и загоняя на веса и все последний подход на этом чемпионате Назиков Долян решающая попытка попытка стать чемпионкой Европы дуэль Вот это да Я очень сильно сейчас удивлен То что на грудь возьмет Я был уверен 100% Но с груди как так Да, чемпионка Европы Опыт, опыт все-таки Возвращается в элиту Нази Кардалян Поздравляем Дарья Пачобут расстроена Но к сожалению вот так Жребий пал сегодня Что она раньше выходит Чем армянская спортсменка Ну жребий В общем-то решение тренеров Идти Может быть где-то чуть по-другому Нужно было строить тактику Чтобы не оставлять вот этого последнего слова Нужно было рисковать Ну что ж, у нас сегодня такая классическая получилась Дуэль спортсменок Которая закончилась победой Ну вот во второй попытке У меня закралось сомнение По поводу Очень хорошей такой готовности Авдаляна в толчке Но В третьей попытке Все стало на свои места И есть Чемпионка Европы 2016 Всем привет И у нас Итоговая таблица На ваших экранах Призеры Это призеры в толчке Авдалян Стала двукратной чемпионкой Европы Повторяет нам попытку Победную Нази Кавдалян Максимально выложилась В этом подходе Видно, что очень тяжело было Но справилась Отличный камбэк В исполнении Авдалян И очень важно Что это было сделано В преддверии Олимпийских игр Результаты в сумме Килограмм Разделяет первое Второе место Ну и поздравляем Ребекку Тайлер С медалью Взрослого чемпионата Ребекку Ребекку